друзья всем привет сегодня у нас 28 февраля и я хотел бы снять сегодня видео на тему прививки хвойных растений чик вот я забрал такой черенок это с лимона саншайн очень интересный сорт смотрите как выглядит сейчас с этого сорта возьму черенок вот я взял веточку такую это саншайн сорт смотрите какой интересно такой хамелеончик подержи ребята ну вот 3 черенок кандидат на прививку я вот выбрал вот эту сосну true gold или true gold вот она очень нарядная такая по весне салатового цвета очень симпатяга такая всем нравится очень все всегда спрашивают что это за сорт вот этот сорт true gold покажем еще как он выглядит видео так теперь еле надо еле набрать слушай вот это смотри стоим около этой елки этот великолепная елка да вот ее размножить она мне кажется очень интересно но не по форме такая по структуре низкая но и вот она такая интересная по структуре достаточно вот это заберу наверно винт winter gold красивый сорт но он уже достаточно распространенный то есть надо прививать непонятно на что трех трех война на трех война сосну по правилам пяти ходила пяти ходу она стоит 2 война на дух война сосна обыкновенная сосна горна могут быть привиты как бы друг на друга поэтому духу мы сейчас я только духой на надо выращивать посадочный материал соответствующий шишек и на нее потом уже под делать прививочки вообще что с нее взять и как с ней как ее прививать не знаю вот веточку возьму она такая тоненькая слушай возьмем передал пускай еще раз да 3 дал видел это красная по аммонику что лет возьмем эту плакучку добрать такую ветку жирную красиво до набрали череночков идем сейчас прививать друзья ну как все начиналось где-то недели три назад я с улицы занес наши подвое зимний сад на разогрев нужно собственно разогнать сокодвижение тогда будет выше результативность и веточек вот они вот таком виде сейчас выглядят видите уже свечки уже начинают формироваться у сосны она уже пошла в рост так что сейчас мы будем прививать на участке у нас еще много очень разбросано ели и сосен дичек мы на них будем прививать уже по весне а вот это прививки как раз тех растений которые мы разогнали сейчас зимой и они готовы прививка после того как мы прием мы эти растения поставим все нашу тропическую зону и в этой зоне тропической они будут у нас пытаться прижиться для то чтобы они прижились вместе где стоят привычки должна быть влажность под сто процентов что у нас еще здесь есть смотрите на столе это дезинфицирующая жидкость обязательно нужно тряпочка лента прививочная для обмотки лезвия канцелярские как бы прививают хвойное растение обычно спящие побеги привое на тронувшиеся в рост подвое и сейчас мы будем прививать гель пендула брунс сорта на нашу гель обыкновенную будем прививать вверху так как этот сорт пендула не спадающий поэтому чем выше мы найдем елочку для нее для нее тем как бы у нас быстрее начнет развиваться это растение в форме беспадающей елочки сейчас мы протерли лезвия спиртом и убираем иголочки хвоинки с этого череночка почему надо убирать лезвием так поменьше травмируем растение если будем дергать руками обязательно зацепиться кора я держу веточки которые нам мешают прививать верхние верхнюю часть друзья смотрите вот самая приживаемая часть у елей у хвойных это верхние побеги вот в этих верхних побегах лучше всего приживаются приживаемость лучше не на вытече слушать к мелкой тут придется руками я вам говорю что не надо руками но тут такая мелкая иголка что смотрите она оборвалась вообще в лед руками и наверно для 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 такой вот твои это вот наверно оптимально не надо здесь такой тонкой резать ножницами это нам долго сидеть протерлищи режем не повреждая сердцевину древесины вот такой длинный срез и в конце делаем клинышек такой небольшой куда вставим наш черенок смотрите какой длинный срез получится теперь мы примерно понимаем сколько нам срезать здесь и здесь делаем то же самое до сердцевины и в конце делаем клинышек вот такой примеряем по длине я пытался вот ее так чтобы верхней этой части совпало все вот в этом месте англия скандием вот по мне это кажется так будет лучше прилегание миша батарейка садится обязательно через пару недель ослабит и посел сначала жестко приматываем а теперь делаем такую защиту от испарения влаги друзья прикладываем смотрим какая длина у нас будет здесь среза связать надо до древесины древесину сердцевину не повреждаем не ввиду это нехорошо прикладываем камбием на камби камби это зеленая часть ну рядышком с корой это камби сейчас вам покажется то есть мы здесь делаем такую зарезку и клинышек внизу чтобы держался черенок наш вот он видите смотрите смола выступает надо быстро все делать видите вот эта часть это камби вот это зелененькое видите или начать это камби вот надо приложить камби на камби камби есть и у подвоя и привоя теперь здесь сделаем также срез делаем клинышек в конце смотрим по длине совпадает видите совпадает заводим задвигаем проверяем совпадает ли в этом месте по длине камби тревое и подвоя подвоя и привой плотно вместе друзья ну вот мы привили наше плойное растение и теперь мы их укрыли и они будут здесь ночевать повышенной влажности с нашими увлажнителями высокая влажность после прививки это обязательный момент который без которого вообще ничего не у вас не приживется влажность должна быть близка ста процента после прививки ну что еще еще то что елки прививайте вы на елки сосны вы прививаете на сосны не мешайте между собой эти культуры ну а так все остальное дело удачи так что всем привет всем добра выращивайте вся красоту пусть у вас был все примется все ваши прививки надеемся у вас и у нас тоже все это примется всем пока сегодня у нас вообще такое на улице творится непонятное снова пришла зима смотрите а а это это и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok